Кинги Септи, представители нашего микровайона Южный, мы вас рады приветствовать в стенах нашей администрации и, как видите, реагируем на ваше обращение через средства массовой информации. Единственное, что в начале нашего обсуждения совещания я хотел сказать следующее, что, наверное, все-таки то, что было сказано в Совете депутатов, наверное, не до конца правильно понято. Почему? Потому что так материал подавался, что я понял так, и мне передавали мои помощники, что претензии определенного характера, критики, я рассказал, что, мол, в ваш адрес, что там, мол, претензии были вызваны именно к вам. К сожалению, вот так вот получилось, что тот материал, который был подан с разрывами, такой почти не может сложиться. Но что же я все-таки имел в виду, что было всем понятно, еще раз для пресса хочу это сказать. У нас в СМИ есть любители, которые занимаются критикой власти, и, значит, и исполнительной власти, и Совета депутатов, и любой другой власти, которая у нас в Российской Федерации существует, в анонимном порядке. Анонимно, я могу сказать даже больше огульно, без подтверждения каких-то фактов. Я обращаюсь к этим всем критикам, вот тогда на Совете депутатов я тоже об этом говорил, чтобы они не из-за угла, под какими-то различными именами это говорили, надуманными. А тогда уже, если они видят, что считают, что что-то делается неправильно, мы готовы выслушать, разобраться, выяснить, выслушать критику, и мы считаем, что мы критику приветствуем. Благодаря критике находится правильное решение вопроса. Поэтому я еще раз призываю, обращаюсь к этим нашим блогерам. Пожалуйста, время, место, когда они хотят, давайте я готов с ними встретиться, и пусть они тогда с конкретными фактами изложат свои, значит, вот эти критические замечания, которые они изучат на сайте KINGISEP.ru и KINGISEP.севы. Я бы предложил выстроить наш формат общения таким образом, что сначала нам все-таки изложат ситуацию по данному переходу, о котором мы здесь с вами собрались, соответственно, и заместить с главой администрации Евгений Павлович Смирнов, так это ход его компетенции, и представитель железной дороги, Роман Анатольевич Майевский. КINGISEP.ru, полученный в свое время, данный пешеходный переход был построен в рамках проекта инвестиционной программы предупреждения травматизма граждан на объектах Потяпской дирекции инфраструктуры на 2013-2015 годы. 14 декабря 2012 года сбала комиссия, которая выбрала новую ось перехода через железнодорожную станцию. Комиссия была решена и утверждена строительство нового пешеходного перехода в соответствии с техническими требованиями, утвержденным распоряжением ООО РЖД от 23 декабря 2009 года номер 2655-Р, то есть руководствовались регламентом, нормативным документом. При этом необходимо было обеспечить минимум числа железнодорожных путей, пересекаемых потоками граждан и пассажиров, ну и другие пункты, их тут много, не буду называть. Новый пешеходный переход имеет ряд преимуществ. Меньшее количество пересекаемых путей, световая и звуковая сигнализация, светофор, заграждение, предупреждение детского травматизма, безопасность прохода граждан, так как в месте нового перехода никогда не производится остановка и маневры подвижного состава. И новые пешеходы на стил. Хочу сказать, что за предыдущий период было 4 случая с травмированием граждан, которые вам, наверное, известны. И в завершение, коротко моего выступления скажу, я знаком с публикацией в интернете, там было также написано, что отсутствуют дальнейшие пути исследования уже за пределами железнодорожной станции на территории города. Это мы знаем, в план работы мы их включили. И если не за счет средств местного бюджета, это сложно сделать, то за счет вне бюджетных источников, в том числе того застройщика, который рядом с пешеходной дорожкой, от него устное согласие получено. Думаю, что и мой документ, соответствующий, подпишем. Будет профинансировано продление тех пешеходных дорожек, которые требуются дальше уже присоединения к действующей сети тротуаров, которые находятся в городе Кингисей. К сожалению, какая ситуация наблюдается, значит, не санкционировано, все равно на месте старого перехода, все равно граждане, значит, перелезают через забор, какой бы там его ни ставили, там, двух-трехметровый, и все равно, то есть выбирают путь, короче, как это всегда у нас принято там везде, в любых районах города, вот, поэтому, конечно, вызывает беспокойство, и особенно дети, которые также с велосипедами иногда через этот забор передают друг другу, значит, и переходят. Что в этой ситуации, хотелось бы сказать, можно было бы изменить, но, к сожалению, технология, вот Роман Анатольевич подтвердит, работы станции, она не позволяет вот именно в этом месте ходить, потому что часто оставляют составы. В любом случае они стоят, и гражданам приходится подлазить под составы, рискуя жизнью, поэтому, ну, это место однозначно нет. Оно и выбрано было, вот новое, да, новая ось строительства, именно исходя из этих всех факторов. Вот, ну, и те случаи, вот, которые здесь были приведены, они, конечно, для нас, ну, и для города явились примером того, что, ну, нет, в данном случае это место, оно, как бы, не может быть использовано для нынешних. Конечно, лучший вариант, я давно здесь уже живу и работаю, это вообще двухуровневый переход. Но из-за отсутствия финансовых средств, как всегда, у нас все рассматривалось по минимуму, и вот этот пешеходный переход был построен, ну, в отношении требований к нему, да, там не к чему прибраться. То есть все. И выбирали вместе с представителями администрации именно это место, значит, и планировали дальнейшее благоустройство, ну, как бы, подходов к нему. Вот, ну, понятно, что ситуация, она меняется, там, в государстве, у нас тоже есть проблемы в ООО ЖД. Вот, но, тем не менее, пешеход готов, граждане пользуются им, сам являюсь примером и хожу только через него, не лажу через забор. Вот, и иногда, конечно, поправляем граждан, то есть, находясь там, на территории станции, нам по служебной деятельности приходится, вот, и Роман Анатольевич тоже, значит, ну, делаем замечания, любим, и просим, чтобы они пользуются все-таки тем переходом. Вот, поэтому вот дальнейшее, конечно, решение этого вопроса, это окончание все-таки этого маршрута для граждан, чтобы оно было более безопасно. Какие требования сегодня предъявляются для того, чтобы, значит, как вы сказали, сделать другой переход к коричневому составу? Сколько человек должно учитываться? Участливых людях, это я могу пояснить, чтобы сделать, допустим, двух уровней переход, требуется линия скоростного движения. То есть, сапсан должен ходить у нас. Этого нет и не будет. Поэтому в двух уровнях, то есть, мост, железную дорогу строить, к сожалению, не будет. А почему вы считаете, что они будут сапсаном ходить? Ну, когда пойдет сапсан, тогда построят. Я думаю, так. Если будет скорость движения, то есть, 200 км и более час, будет строить мост. А если все-таки будет эта часть, по этой части электрички, по этой части? Или на нее у нас уже ходит? Ну, электрички ходят 80 км. У нас допустимая скорость по первому пути, по станции 70 км в час. А надо 200. Далее, более 200 пар поездов должно проходить по станции, чтобы сделать переход. Сколько? 200. В сутки? В сутки. У нас сейчас такое 22. А количество граждан, которые... Количество граждан. Значит, мы считали, учитывали, так вот до 600 человек в час это третья категория. Это самая последняя, самая низкая категория. К чему мы удовлетворяем. До 600 человек в час. А у нас? У нас 78. В час. То есть в 10 раз меньше? В 10 раз меньше. Ну, это надо, чтобы вся Ольховка за час пробежала через переход. Поезда короче не станут. Почему в старом месте был переход, да, когда-то? И вот люди ходили там. Если мы вспомним прошлый год, ходили паровозы, да, за собой 30 вагонов, 35 вагонов. Он останавливался до этого перехода, не занимая. Люди спокойно переходили, и все. Теперь у нас ходят тепловоды, которые тащат за собой до 100 вагонов. До 100. Настолько дорогое удовольствие. Это... Ну, кто не будет на это идти? Это надо зарплату платить машинисту, зарплату платить там никто. С каких средств? Нет таких средств. Но еще нюанс. Для того, чтобы сделать этот разрыв, расцеп, да, вот вы тоже поймете, это не минута, это минимум час. Оставляющиеся группы надо закрепить тормозными башмаками. Один тормозной башмак весит 7 килограммов. Вот от 5 до 15 тормозных башмаков надо принести, уложить под колеса, накатить, закрепить. Это минимум час. Вот и ответьте себе, вот, уважаемые жители Ольховки, вы пришли к переходу, остановился поезд, мы начинаем работу по расцепу вагона. Станете ли вы час стоять и ждать, пока расцепится поезд? Так это же не каждый день так будет. Если даже один раз за 10 лет под вагоном я, извините, железнодорожники задают молодого парня, лет 13, вот я вот эти случаи, то, что Владимир Федорович перечислил, вот хотите верьте, хотите нет, я переживал как свою собственную трагедию. А вы думаете, что вот сейчас не будут давить детей? Мне кажется, сейчас больше вероятность. Если, ну вот, теперь смотрите, нет этого перехода, да, вагоны стоят, люди все равно и будут. А если переход, как предлагается, восстановим, вы же ко мне будете приходить, жители Орховки, и говорим, уважаемый Роман Анатольевич, а зачем ты вагоны оставил на переходе? Вы не будете ходить по второму переходу, если будете восстановить старый. Мы в город ходим, ну, не гулять, мы ходим затариваться, мы покупаем продукты, и с тремя, с четырьмя сумками ходить, 20 минут обходить вот этот. К вопросу 20 минут, сейчас сразу точню. Специально, проводил эксперимент, нормальным шагом, вот где старый переход с одной стороны станции, старый переход с другой станции, я специально нормальным шагом прошел, заняло 9 минут 26 секунд. Единственное, чтобы я обратил внимание, что все-таки самый главный приоритет у нас это люди. Это люди. И если что-то может быть и дороже, но если возможность это сделать, надо делать, чтобы людям было комфортно и удобно. Другое дело, что жизнь меняется, ситуация меняется, экономика меняется, вы правильно сказали, динамика совершенно другая, количество вагонов увеличивается, и это усложнило ситуацию, сохранить пешеходный переход, где он находился раньше. Туда действительно ходят, магазины и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но согласитесь, все-таки, ну не надо же так, ну совершенно небрежно, преступно относиться к своей жизни. Я недавно была в Нарве, там сделан очень большой авиадук, мы считаем граничен с Нарвой, раньше там такого авиадука не было, прошло вот примерно, ну как это, я здесь живу 74-го года, и я слышала, что с 80-го года обещали нам тоже авиадук. Почему у Нарвы средства есть, хотя у нее железная дорога не такая сильная, как наша, а у нас средства на авиадук не могут найти. У нас все-таки Ольховка стареет, у нас в основном остаются бабушки, дедушки там. В Нарве сделали авиадук за счет средств города муниципалитета. Железная дорога там, руки в принципе не прикладывала, только делал проект по заказу муниципалитета и строила. Но оплачивало это все муниципалитет. Просто есть нормативы на устройства все, вот почему Роман Анатольевич говорил о количестве пешеходов, которые переходят при проектировании, то есть там все учитывается, все параметры, то есть количество поездов, количество пешеходов, скорость поездов. Да, и поэтому вот этот даже вариант, который у нас получился, слава богу, мы очень рады, потому что все равно меньше стало травматизм. Он даже не подходит по активному мотиву, но мы настояли на этом, потому что на самом деле ситуация такая же, у нас по-волосово сейчас такая же ситуация назревает. Хотя есть подземный переход, но не поднимется, не загнать, мы идем туда, не в поле ходит и все. Ну, тогда пользуюсь случаем, а вот от полотна, зона вашей ответственности по территории, сколько получается? Она, полоса отвода везде разная, но до 100 метров, в районе станции. На перегоне, вот если между станциями идет, там до 50 метров, положено, а в районе станции до 100 метров. Но разная везде, в зависимости от строений, которое в городе там, то есть она может быть усеченная вот такая. И вот все-таки, какие средства выделяются на вот эти зоны отвода, обслуживания, благоустройства и так далее, и так далее? У нас выделяются они? Ну, на благоустройство это отдельная программа, вот как вот это было по Кингисеплу. А у нас договор аренды, заключенный в 50 лет, на полосу отвода. То есть это ОРЖД заключает с каждого из районов просимущество через просимущество. И деньги там за аренду платятся не мало. Я, по слову, не буду называть, но не мало. У меня не жители, когда строился вот тот переход. Ну, не легче ли было тогда вместо этого нового перехода в подземку сделать и все? Делаю все в том, что вы понимаете. У нас почему, когда что-то, простите, Радиколюб, у нас почему, когда что-то начинают строить, никогда никто не спросит жителей. А нужно ли им это или нет? Если даже бы у вас и спросили, все равно бы это не могли бы сделать. Тем более, а потому что, вам же объяснили, интенсивность движения, количество жителей, нужно 600 человек, чтобы сделать или подземный переход, или надземный, нужно, чтобы в час проходило 600 человек. А у нас 70 проходит. Понимаете? Мы по всем параметрам, для того, чтобы что-то другое делать, мы не попадаем. Хорошо. Тогда вот смотрите, в 66-м году я пошла в первый класс на театральную. И мы ходили по этому переходу. Работал фосфорит, было сообщение с Нарви, с Эстонией, сколько поездов проходило. И мы ходили по этому. Теперь у нас нет ни Нарви, нет ни фосфорита полностью, ни линии не загруженные. Как у нас есть фосфорит? У нас есть фосфорит? Ну, не в том объеме. Ну, не в том объеме. Не вы хотите сказать, что сейчас интенсивность поездов больше, чем была в 66-м, 70-х, 80-х годах? О чем вы говорите? Вот я с чего начинал? Про паровозы, тепловозы. В 66-м году мы видели, еще раз говорю, поезда 50 вагонок, они останавливались до перехода. Теперь периодически у нас ходят поезда по 80 вагонок, и этот вот старый переход, где вы ходили, он занят вагонами. Дальше, в 66-м году на станцию Кингисеппе непосредственно был приписан вывозной локомотив, так называемый, Мневрог, который здесь менялся в Кингисеппе и отсюда начинал работать. Большинство времени он проводил здесь, в Кингисеппе. Он мог спокойно расцепить вагоны, чтобы обеспечить вам проход. Теперь этого тепловоза нет, потому что, правильно вы сказали, объемы упали. и держать тепловоза, повторю, никто не будет зарплатить людям ничем. Хорошо, и мы также ходили со школы, обходили эти вагоны, которые стояли на жирной переходе, и мы никто не умерли, мы до сих пор живы. Я вас поздравляю, а вы вот расскажите вот этим четырем людям, которые пострадали в четыре года, что вы живы, а они нет. Хорошо, тогда давайте закроем перекресток у милиции, где бьются каждый день машины. Почему здесь перекресток? Вы что? Так тоже страдает. Нет, но дело все в том, что... Существуют машины, существуют поезда, были аварии, есть и будут. И никуда от этого не деться. Вот вы говорите, переход сделан для людей новый. От вокзала спуск по лестнице к нему, он не оборудован пандусом, ни инвалидом, ни мамочкам с колясками никак не пройти, ни бабулькам с тележками. Вот как там по этим ступенькам прыгать? С этим я согласен, этим я обратился уже еще в прошлом году в дирекцию, так называемый, пассажирский капуцероск, которые отвечают, но они обещали, возможно, в этом году сделать пандус, сделать съезд для колясок и для инвалидов колясочек. Вот когда переходишь по-новому в город, с той стороны освещения по улице вообще нет. Там страшно ходить. И зимой особенно там очень страшно ходить. Так ожидаешь удара по голове просто сзади. Мало ли. Вот как-то собой рисковать не хочешь. Мы планируем в этом году осуществить, неважно из каких источников финансирования, мы будем их искать и найдем. У нас есть понимание с архитектурой, где какие дорожки строят, и мы по линике БДД уже, так скажем, поставлены на вопрос стоит освещение этого проезда, который не работающий, там никогда не было освещения. Поэтому нам нужно заново запроектировать и построить вот эти немножко середины. Это все у нас в работе. Мы очень хотим найти источники и реализовать, как в прошлом году. Я выпустил этот важный момент. Мы благодаря тоже инициативе Вадима Федорова, вашего депутата, изыскали средства в небюджетное и построили тротуар по другую сторону, вдоль улицы, таможен, таможен. Это тоже по инициативе муниципалитета состоялось. Я надеюсь, что в этом году, берусь сказать, что это обязательно состоится, по этой стороне сделаем необходимые элементы благоустройства, чтобы соединить со всеми другими объектами, инфраструктурой, подходом к магазинам, освещения, тротуарам. Вопрос, чисто можно сказать, психологический насчет наших жителей. Когда подходишь к старому переходу, к старому переходу, видно полушку. Вот она стоит, 20 шагов до нее дойти, вот она. И для того, чтобы в эту самую полушку сходить, теперь по новому переходу это надо пройти практически километр. Мы не пойдем там, вот хотите, верьте, хотите, но лишний километр, чтобы сходить за 10 шагов в эту полушку, но это не стоит. Состав стал длиннее, территория осталась старше. Экономическая ситуация и все остальное, то, что было озвучено и сказано по поводу этого тепловоза, тоже влияет на вот эти все аспекты. Плюс еще все равно пересцепка час. Ясное дело, что это все равно будет не решение вопроса. Здесь два решения вопроса. Один уже решен, только он уже даже с ваших замечаний, что сейчас было озвучено, нужно дорабатывать, обустраивать эти территории и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, все-таки иметь в виду, да, нормативы нам не позволяют, чтобы у нас этот переход был. Я что могу предложить? Лучше народ, а не население. Ну, да, народ. Граждане. что хочу предложить? Сделать два таких перехода. То есть, если один даже длинномером закрыт, да, вот этот, который короткий, то, пожалуйста, народ, идите туда. То есть, здесь запрещено идти, ну, нужно, значит, идти туда. Что вы предлагаете? Два-три хода. Ответьте себе честно. Вот, и у вас есть, есть у кого-то там дети, ну, лет 13-14, пацаны, когда, это самый герой, да, приходит он на старый переход, и он занят вагонами. Скажите, много пойдет обходить людей? Вот пацанов. А сейчас пойдет. Если там будет гореть красный. Сейчас ходят. Сейчас не ходят. Сейчас нет перехода. И не будут ходить. И не ходят. А если будет переход, пришел, то повес. Да вас не просит, никто, что делать там точно такой же, второй пешеходный переход. Мы тоже человеческий фактор. Оставьте, какой он был. Мы пытаемся его исключить. Я понимаю. Какой он был, получается, понимаете, вы там, мы там, вы там, если мы его сейчас восстановим, то мы, получается, полезен под поездами. Попробуем создать такого, с учетом представителей Южного, депутаты, представители администрации, железная дорога. И давайте пройдемте еще раз по нашей части полотна железнодорожного, посмотреть, что еще можно сделать. Может быть, действительно, появится возможность, это действительно, ну, то есть, действительно, на это дешевле же будет, чем строить, это, и более реально, может быть, вторую еще сделать. Складывается такое впечатление, что, вот, когда загорелось, когда вот случилось что-то, и вот, годами, вот это вот, тем гомотина продолжается. Мы пытаемся обратить внимание, просто, администрации города, на нас. С нами постоянно так, ведь, с нами постоянно. Если загорелся дом, мы не дождемся пожарных, потому что переезд был закрыт, а он был на самом деле закрыт, они пожарные не могли проехать, потому что был такой интенсивный поток железнодорожного транспорта. Теперь ситуация изменилась, и все равно с нами никто не церемониться, не считается. Чтобы Маевскому закрыть переход этот, он хотя бы потрудился с людьми поговорить, поставить в известность. А каково было? Утром с двумя детьми подойти к этому переходу, а он заваренный. Здрасте. И кто? Кто? Это наше доблестное правительство, извините. Это люди, которым доверено, вот, ну, ну, вы меня понимаете, слов не хватает. Я вас понимаю, но только я вас не понимаю, почему вы так говорите. Вот вы, как будто бы здесь только сейчас зашли и не присутствовали при всем дальнейшем разговоре, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Да нет же, я все присутствовала, и присутствовала, когда только закрыли, когда люди побежали, просили меня принять какое-то активное участие, потому что знать наши отношения с Федоровым. Понимаете? Я все присутствовала, присутствовала, но мы получаем и то-го. А если бы вот эти разговоры и эта работа психологическая была проведена до того, я уверена, что за этот год-полтора люди бы уже психологически как-то созрели к тому, что переход закрыт, что лучше других условий не будет как бы. А теперь мы вот все не вперед идем, а шаг вперед два назад. Хочется просить действительно, чтобы администрация города действительно повернулась к нам лицом. Переход, переход, деньги изыскивали, 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 Значит, газ вам провели, сейчас целая рабочая группа по газу, по второй очереди выясняем, разбираемся. на совете депутатов значит, по газу этот вопрос был поставлен, озвученный и так далее, и так далее. И это мы еще к вам лицом не поворачиваем? Только когда загорелось. Когда загорелось? Это еще не загорелось. В 2005 году я первый раз собирала совет депутатов, вот, обнахалилась и вот такую фразу сказала. Потому что в 2005 году по нашей инициативе было собрано совещание по классификации. Я до сих пор без газа. Кстати, между прочим, если я не ошибаюсь, 22 числа пожалуйста, приходите, там будут как раз все эти вопросы обсуждаться. До сих пор без газа. А вы говорите. Это больно. Это всегда кровь и боль. Александр Иванович, вот без предупреждения, без всего, заварили этот переход. То есть утром я прошла, а уже я иду в обратку, хоп, я подхожу ни одного объявления, нигде ничего, никакой информации, ни в газете, ни по интернету, ничего нигде. И стою и думаю, а что мне делать-то? Куда лететь? В прошлом летом же официально, публично не было ничего. Это было тогда, это потом было уже. Сначала мы думали, что будут делать дорожку нам, еще побольше. надеялись, надеялись, что там ремонт. Надеялись. Да, заварили калитку, мы думали, сейчас нам переход сделают. Переход мы узнали только тогда, когда вот это заварили. Мы даже не знали, куда, в какую сторону бежать. Все это будет сделано, благоустройство будет дальше, что было комфортно, и будем смотреть уже еще возможности другого, другого варианта. Если возможность, как вы сказали, Александр сказал, по поводу еще одного перехода, вот, будем смотреть. Основная боль, поскольку я понимаю, и душевная трава в том, что на самом деле жителей никто не спросил, не поставил в известность, это правда. То есть, если бы была предъявлена работа, и мы все собрались, хотя бы проговорили это, то, может быть, был бы другой формат. И продолжаю, скажу, Александр Ивановичу личное спасибо, потому что, когда обратился, сказал, что уже совсем этот нарыв когда не прорвал, он тут же отозвался и сыграл круглый стол или рабочую группу, как хотите. То есть, впредь по наболевшим проблемам давайте разговаривать и приглашать. Садимся, говорим, объясняемся, находим вместе пути выхода. Но не критикуем и не ругаемся. Вадим Иванович, но вы-то уже на этом округе сколько у нас лет? Да. Так уж, вы-то уж с коллегами-то отработали по поводу предупреждения переходов. А вообще, конечно же, нужно создавать институты, которые должны обеспечивать ваше комфортное проживание, независимо от того, Александр Иванович, Владимир Александрович, там еще кто-то руководит. Должна быть система, которая должна обеспечивать вам нормально, комфортно жить. но вы должны прекрасно понимать, что есть объективная реальность, с которой вы должны сходить, есть объективные обстоятельства, да, и есть определенные возможности. Те возможности, которые у нас сегодня есть, по этим проблемам, мы будем максимально реализовывать. Но обещать вам сегодня, что я построю вам какой-то там переход, я не буду, потому что я прекрасно понимаю, что это очень сложный вопрос, и он выходит далеко за рамки компетенции. Другое дело, что эта проблема с учетом моего положения будет ставиться, я ее буду озвучивать, это я вам обещаю. Сделали пешеходный тротуар по улице таможенной, вдоль улицы, а водоотливов не сделали. Вот, вода скапливается прямо непосредственно где бордюр, машины едут и окатывают, пешеходы идут, все. То есть, у меня ребенок пришел со школы весь сырой, грязный. Вот, пожалуйста, сделайте водоотливый. И еще, подождите, то есть, последнее скажу сейчас, что вот собрались здесь, то есть, пока эта проблема не решится с пешеходным переходом, да, общественность не успокоится, понимаете, народ взбудоражен, их много. То есть, будут письма идти, и не сюда в одном из сразу, к сожалению, не с вами разговаривали, а выше туда и туда, и туда. То, что положено, то, что мы можем делать в сложной ситуации, мы делаем. И за это будем отвечать. Но, но, вы имеете в виду, что на вас ответственность тоже, ответственность ваших детей, ваших родных и близких. Вы должны все-таки к себе относиться более ответственно и пользоваться тем официальным переходом, который сегодня построен. Не, не доделаны, ваши замечания учтены, и будем с этим работать. Но я еще раз призываю и сопрошу. Да, может некомфортно пройти какие-то эти, это лишние расстояния и так далее, и так далее. Но, эти лишние расстояния спасут вам жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова